Здравствуйте, уважаемые друзья! Программа «В доле» Студты Ларсен. Как обычно, в это время мы говорим о доле женщин в бизнесе и о бизнесе в женской доле. Как обычно, в моей студии сегодня еще одна прекрасная, умная, тонкая и женственная женщина, которая при этом ухитряется заниматься достаточно жестким бизнесом по-взрослому. И тоже, наверное, сегодня откроют нам некоторые новые аспекты и некоторые новые интересные подробности того, как женщина оказывается в бизнесе, что она там делает и хочет ли она там оставаться всю жизнь. У меня в гостях учредитель компании «Классные окна» и гендиректор и учредитель компании «Кукумба», которая производит товары для детского творчества Вера Кузнецова. Привет! Здравствуйте! Ну, я сразу расскажу нашим слушателям, что мы с тобой знакомы миллион лет, мы вместе учились на журфаке, и в самое-самое классное бурное время, в начале 90-х, когда перед тобой были открыты все пути, все возможности. Я все-таки осталась там более-менее относительно в журналистике, а ты ушла в совершенно какое-то... Свободное плавание. Иное плавание. Далекое. Да, и началось это все вообще с того, что ты уехала в Европу. Да. И, наверное, как-то это должно было переломать, переосмыслить, заставить все стереотипы. И так и произошло. Я уехала учиться туда, доучиваться и закончила... Но тоже гуманитарным дисциплином. Да-да-да. Это был студенческий обмен. Это также школа журналистики. И я там просто осталась, потому что встретила своего первого будущего первого мужа. Более того, ты уехала в Амстердам, город весьма свободных нравов. Ну, да. Но это никак не отразилось, собственно говоря, ни на чем. То есть этот город свободных нравов свободен только для туристов. Да. Сами голландцы очень в этом плане редко прибегают к услугам всех... Я даже не про это. Я не про кофешоп и улицу Красных Фонарей, а просто про то, что они очень, что называется, open-minded, открытые, европейские, цивилизованные, толерантные и все такое. Они толерантные, они открытые, они абсолютно отличаются сильно от нас. И, конечно, я для своей будущей работы почерпнула очень много. И какие-то вещи, которые я делала, конечно, сильно удивляли моих сотрудников в дальнейшем. Но при этом этот город сам, не могу сказать, чтобы как-то сильно оставил большой след, а вот мой будущий тогда муж, которого я там встретила, вот он оставил. Он как бы привил мне какие-то навыки, которых не было. Он был бизнесмен? Нет, он не был бизнесмен, но он был европейцем. А мы все-таки, это был 92-й год, и как бы понятно, что... Мы были дети Советского Союза. Да, что мы были абсолютно детьми Советского Союза. Меня страшно поражало, что на улицах стоит очень хорошая мебель, а это ее выбрасывают. Вот этот первый мой шок вообще. Как же так, стоит белый диван, ну там какие-то пятнышки на нем, но его же можно на дачу, бабушки, дедушки и так далее. Ну вот, и вот это вот... А ни колготки лаком для ногтей не заклеивали? Нет, не заклеивали ни колготки. А его поразило, мы когда переехали в свою первую квартиру там, мы приехали, у нас нету никаких, ни зажигалок, ничего. И плита газовая, да, ее тоже нельзя зажечь, а все были курящие на тот момент. И я пошла в ванны, такие обогреватели спиральные были. И я разогрела этот обогреватель и прикурила от него, как от машинной, знаешь, вот этой зажигалки прикуришь. И вот он так поразился, какая я практичная. Изобретательная. Да-да-да, я подумала, боже мой, какая ерунда, ну это же вообще просто читается. А его в свою очередь, как бы, конечно, когда он приехал, когда мы переехали в Россию, он поражался просто нон-стоп, нон-стоп. Но при этом все в основном позитивное, как бы, если все-таки убрать какие-то там наносные вещи на русских людях, то все, конечно, очень позитивное. А почему ты там не осталась? А вот, ну, во-первых, я была жуткая патриотка, и, к сожалению... Была? Была, да. Осталась? Нет, я не могу теперь, как раньше, когда при мне там хаяли Россию, я вставала в позу страшном, там, защищала всех и как бы там убеждала, что мы, мы самые лучшие, мы там пуп земли, мы защитились там весь мир от нашествия фашистов, мы первые полетели в космос, мы прекрасные, замечательные и так далее, и так далее. И мы придумали салат Оливье. А потом прошли годы, и вот, конечно, то, с чем я потом столкнулась, меня немножко это все подкосило. И мою веру в нашу непоколебимость, и веру в то, что наша страна перфект, это, к сожалению, все потом так вот размазалось. Но при этом я люблю свою родину, без всякого сомнения, и живу здесь, хотя вот я могла. Ну вот, возвращаясь к вопросу, я... Мы уехали, во-первых, потому что я очень скучала по России, и там не по березкам, может быть, а по, ну, по общению. Вот мне очень не хватало вот этого возможности сказать слово «клёво». Вот просто там какие-то такие непереводимые, знаешь, вот простые вещи. Очень хорошо, да, помню, когда мы однажды... Я работала уже, уже говорила на голландском, и подрабатывала там переводчиком голландского. С голландского, ну, вообще неважно. Возила туристов. И вот я им как-то сказала, что вот есть такое выражение в русском языке, «Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец». Я часа два объясняла, как вообще, что за пьянка, почему огурец последний, почему, раз он последний, надо его порезать. И какая такая пьянка. И что это за пьянка, да. Ой, это было очень смешно. Вот таких вот вещей мне, конечно, не хватало там. Ну и потом, кроме этого, понятно, что, будучи простым голландским гражданином, у тебя там в 95-м году было намного меньше возможности заработать деньги, чем будучи простым российским гражданином, да, и вращаясь в наших этих криминальных, полукриминальных и там близко к криминальным и так далее кругам, неважно, ты так или иначе имел возможность заработать большие шальные деньги. А как ты оказался в этих кругах? Ну, я не говорю про себя. Я как раз в криминальных и полукриминальных и не была никогда. Но, тем не менее, потом сталкивалась с этими людьми. Они были там и моими заказчиками в том числе, и приходили там, предлагали крышевать и прочее, прочее. Но это уже было чуть попозже. В общем, мы вернулись вот в 96-м году в Россию и... И журналистикой тебе заниматься совсем не хотелось? Нет, я уже не могла этим никак заниматься, потому что, ну, во-первых, у меня уже было два языка в активе в таком хорошем состоянии. Естественно, я могла зарабатывать там как бы хотя бы даже какой-то переводческой работой. Во-вторых, как-то так сложилось, что как только мы вернулись, вот появилась возможность покупать и перепродавать. Вот, например, в регионах... То есть, чего? Большинство бизнесменов и олигархов наших начали? Да, да. В регионах не было того, что можно было купить в Москве. Я в Москве это покупала, переправляла это в регионы. Ну, это касается в основном, почему, ну, там, в силу специфики, там, моей жизни, это вот как-то коснулось строительных материалов. Ну, в том числе и в окна. Послушай, ну, ведь это же все равно как-то должно было определиться твоими какими-то особенностями, там, характера, я не знаю, воспитания, потому что возможность это была, но далеко не все ее воспользовались. Меня, например, совсем унесло в другую сторону, в какое-то там творчество в музыку, в музыкальное телевидение. Мне даже в голову бы не пришло, хотя мне тоже хотелось зарабатывать деньги. Не, ну, тут надо сказать, что не в последнюю очередь, конечно, семья, то есть даже в первую очередь семья, потому что папа был в строительстве, соответственно, он, как бы, там, знакомил меня с какими-то людьми, которым нужно было, там, что-то купить, чего нельзя было там купить. Вот, потом мы... Инициировал? Он был инициатором, да, и по большому счету, конечно, он мне очень здорово помог, потому что я совершенно ничего не понимала. А тут, получается, вдруг история, что появились, как бы, деньги первые, на которые можно купить оборудование, купить, там, здание цеха, и все это вот уже приходит, уже все, уже идет ремонт в этом цеху, уже скоро будет монтироваться оборудование. Это все происходит, и я понимаю, что я вот непосредственный участник, собственно говоря, этого процесса, и мне надо вникать во все это вот со страшной силой. Ну, как тебе, гуманитарию, человеку с языками, с журфаковским образованием? Да, это было очень непросто. Дался сопромат. Да, абсолютно, да, да, он и не дался. Я тебе хочу сказать, что был момент, когда я поймала себя на том, что я высчитываю формулу, ну, там, надо было сделать арочное окно, арку надо согнуть из материала, из которого делаются пластиковые окна. И я сижу, высчитываю вот этот отрезок материала, который мне нужен для того, чтобы получить эту арку, а это уже существующая формула, ее там, я не знаю, сотни лет назад уже придумали, а я в этот момент сижу и ее сама высчитываю эмпирическим путем, просто не зная того, что она существует. Что же все существует? Да, это очень был такой процесс сложный. Более того, мне было 22 года, когда я стала генеральным директором и там, учредителем компании, и я вот, вот это мне было еще очень сложно, потому что никто серьезно не принимает, я сразу попала в... Блондинка, красавица. Блондинка, да, молодая, совершенно попала в среду таких прожженных... Брутальных. Прожженных, брутальных мужчин, и они как бы не очень охотно меня туда пускали. И было, ну, как бы на каком-то уровне, когда ты просто кокетничаешь, все прекрасно. Когда речь заходит о бизнесе, то непросто. Во-первых, сначала просто, ну, было много денег в стране таких вот шальных. Да, шальных, да, шальных. И поэтому вот это время, когда приносили деньги в пакетах от Садко. Помнишь, Садко? Да, конечно. Да, вот в таких пакетах приносили деньги, и они, это, конечно, тоже воспоминания, которым хочется поделиться с нынешним поколением. Ну, а как ты вообще решилась все-таки не просто там заниматься этой посреднической продажей, купли и стройматериалов, а именно учредить собственную компанию? Ну, дешевле, дешевле, дешевле производить, естественно, чем перепродавать, поскольку маржа больше. Поэтому это и явилось решающим фактором. Да, для меня, конечно, это совершенно потрясающий факт, что некоторые девочки поняли эти вещи в 22 года, в то время как мы тасовались по ночным клубам и пили водку с мальчиками из рок-коллективов. Но об этом чуть попозже после новостей на финале. Оставайтесь с нами, друзья. Продолжаем общение с нашей гостьей, учредителем компании «Классные окна» Верой Кузнецовой. По совместительству, она еще и гендиректор-учредитель компании, которая производит товары для детского творчества «Кукумба». Ну, а «Кукумбе» чуть попозже. Мы ностальгировали по прекрасным 90-м, когда Вере было 22, и она открыла собственную компанию. Я очень хорошо помню, что в какой-то момент, когда мы с тобой тогда встречались, ты сказала, у меня в подчинении 80 мужиков. И для меня это было просто каким-то совершенно космическим просто текстом. Я не могла понять, как это возможно. А, открыть собственный бизнес в те времена, и, Б, еще и всех этих мужиков как-то... Строить. Строить, да. Заставить себя уважать. Ну, да. Ну, как бы вот это как раз, наверное, в силу, может быть, даже нашего российского менталитета. Не сложно управлять мужчинами. Где-то они любят быть ведомыми, на самом деле. Сложнее было общаться с мужчинами как бы партнерами, да, вот такого же ранга. Вот это, наверное, было сложнее, потому что вот там потребовалось несколько лет, чтобы, знаешь, укрепиться в этой вот своей нише и, ну, там, доказать опытным путем, что все, что я говорю, я и делаю. А как? Вот скажи так. Как если ты приходишь к человеку, он видит только твои голубые глаза и... Ну, это там строилось, допустим, из года в год, как бы уже было известно, что если я говорю, что вот будет сделано тогда-то, ну, там, в основном, это, конечно, шло, как правило, знаешь, когда у тебя какие-то крупные объекты, то заказчик хочет, чтобы все было сделано вовремя и качественно. И ты ему только можешь сказать, да, все будет сделано вовремя и качественно. Ну, и вот как бы так получалось. В всякий раз было там сделано в те сроки, которые обговаривались. То есть максимально создавать репутацию, максимально ответственного. Да, и максимально комфортное условие для заказчика, чтобы он минимально вообще вникал в процесс и получал готовый результат. Вот это, собственно, и было, наверное, тем, что, как бы, и сыграло такую решающую роль, потому что все-таки такой этот бизнес, тем более сейчас, ну, в 96-м году, понятно, мы там были, особенно в регионах, в Белгородской области, мы были звездами, да, просто. Вот, в Москве уже были такие компании, в Белгородской области мы там были просто одними, единственными. Вот, а потом, конечно, этих компаний оконных стало пребывать, пребывать. Сейчас почему я, собственно, отдала этот свой бизнес в руки своего зама, тоже женщины, кстати, потому что, ну, очень-очень сильная конкуренция, уже нету, вот, нету полета, такого, как раньше, полета нет. Вот, соответственно, в основном, конечно, вся эта клиентская база наработана и уже, ну, там, значит, нас передают из рук в руки. Вот, есть компания, которая там готова, умеет, да, и так далее, так далее. Ну, смотри, как интересно, вот ты говоришь, что, с одной стороны, нужно было как-то войти с ними в резонанс какой-то, в унисон, да, с этими брутальными мужиками из строительного бизнеса, а с другой стороны, ты чисто по-женски стала создавать уютный бизнес, да, какой-то комфортный, вот то, что ты говоришь. Ну, очевидно, да, очевидно, вот это и было. Я, на самом деле, часто слышала, что вот с вами работать комфортно. Знаешь, я, может быть, даже не отдавала себе тогда отчет, что это имеет отношение непосредственно к... Гендерное. Да, гендерное. Вот, но при этом, как бы, потом, знаешь, потом вот этот лед, он как-то растаял. Может, я старше стала, может, я научилась держаться, может, я перестала быть неуверенной в себе. И со всеми, там, ну, с большинством моих, там, партнеров у нас очень хорошие потом сложились отношения. Но в силу того, что, это я хотела еще сказать, что в силу того, что я их никогда не подводила, они меня тоже, вот, по большей части не подводили, там, знаешь, с оплатами. Обычно же какая проблема? Не вовремя сдается, там, объект, не вовремя выплачиваются деньги, собственно. Вот, и надо сказать, что вот этой как раз стороны я особо не сталкивалась с этим. Ну, а вот эти все прекрасные признаки лихих девяностых, о которых мы говорили чуть раньше, там, и какие-то криминальные товарищи. Слушай, ну, приходили, да, вот братки в малиновых пиджаках, это все было, конечно. Ну, каким-то образом, вот, знаешь, еще вот так, конечно, получилось, Господь отвел, что называется, то есть каких-то серьезных таких не было проблем. А что касается их, вот этих братков, как заказчиков, там очень, там даже было массовое строительство, бум, строительство коттеджей. Дворцов. Дворцов, да. И я поначалу еще, когда было мало, там, сотрудников, я очень часто выезжала сама в поля, смотрела там, ну, и советы какие-то давала и так далее. Вот, это все было так любопытно смотреть со стороны, потому что, конечно, такая прослойка населения. Не уверена, что все остались в живых, как к нынешнему моменту. Вот, но, тем не менее, они тоже как бы нормальные люди, так, если не делать каких-то, знаешь, серьезных, не делать ошибок в поведении и, опять же, выполнять то, что ты обещаешь. Ну, меня отец в свое время очень здорово как бы приучил к тому, что дал слово «держи». И вот это у него выражение «назад пятками не ходит». Я как бы его усвоила с самого первого дня своей бизнес-жизни, и все, раз ты уже что-то пообещал, ты должен обязательно это сделать. Да, но ты же зависишь не только от своего желания и решения, от подрядчиков, от кучи каких-то обстоятельств. Да, 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 но, тем не менее, ты там... От таможенных пошлин и еще чего-нибудь. Да, но ты зубами, когтями выдираешь вот эти вот, 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 застряла там, у тебя фура на таможне. Ты делаешь все для того, чтобы ее оттуда вытащить, и как бы это твои приоритеты. Ты не можешь просто махнуть рукой, потому что ты понимаешь, что срываешь сроки. Ну, например, вот в данном ситуации с окнами. Вот, и таким образом вот получается, что из года в год ты складываешь какое-то мнение. Все-таки нам сейчас уже там то ли 17, 16, 17, 17 лет будет скоро компания. Поэтому понятно, что за это время уже как бы все отнивелировалось, конечно, и сейчас уже редко бывает вообще как бы... Раньше я жила все время в режиме в одной руке мобильник, в другой руке там что-нибудь еще, потому что без конца звонили. Ну, тогда ноутбуки, это было еще такая, не такая типичная вещь, как сейчас привычная. Вот, без конца звонили, телефон разрывался. Я какие-то там вопросы, начиная от, я знаю, закупки каких-то запчастей для станков, заканчивая там зарплатой уборщицы, вот это все было... Все абсолютно, да, было на мне, вот, а потом так вот, ну, как бы прошло там, по-моему, 14 лет уже была компания, уже было много всяких людей, было много людей, которые за меня там делали не только мою работу там по руководству, но также работу по организации моего досуга там и так далее, и так далее. Понимаешь, в какой-то момент я поняла, что, в общем, вот такая жизнь уже не очень-то мне интересна, и появились дети, вот, и было очень сложно все это совмещать, и я вот уехала в Америку на полгода. А как ты решилась вообще, вот, мне очень интересно, вот, как случился этот момент, когда он случился, когда ты поняла, что ты готова передать полномочия, да, готова разделить ответственность? Вот, я тебе хочу сказать, что даже не столько передать полномочия, сколько, вот, есть такой естественный износ, да, процесс износа человеческой психики, человеческого, там, ума, мозга. А он у женщины и мужчины разный? Слушай, я вот, когда смотрю на своего мужа, я думаю, что разный, потому что у меня такое ощущение, что он, конечно, значительно более, там, у него 28 часов в сутки, и там, и в сутках он спит из них, там, два часа, ну, там, утрируя. Но при этом, то есть я так не могу, я понимаю, что мужчины, наверное, сильнее нас, вот, в этом плане. Потом, знаешь, женщина вряд ли может оставаться на работе, там, до час ночи, если, ну, совсем. Если у неё дома двое детей. Если у неё дома дети, да, то есть как бы вот это вот, конечно, вот в этом плане износ, наверное, по-другому проявляется. В моём случае износ, это могут принять это решение, два фактора, собственно, было. Во-первых, я, в тот момент у меня были страшные тёрки с властями, ну, как бы с чиновниками, потому что у меня была там одна недвижимость, я хотела с этой, ну, это такая история длинная. В общем, была... То есть не по бизнесу, просто ты попала... Нет, по бизнесу, нет, по бизнесу, это была, там, недвижимость компании, вот, мне нужно было её как-то там... Реализовать? Нет, нужно было её там, чтобы она появилась на бумаге, условно говоря. Легализовать. Легализовать, да, будем так называть. Вот, и это всё настолько прозрачно и ясно, ну, вот были жуткие эти все... То есть чиновниками оказалось сложнее, чем с братками в малиновом пиджаках. Вот я как раз, да, я только хотела сказать, ты у неё с языка сорвала, я тебе хочу сказать, что с чиновниками договориться значительно сложнее. Более того, знаешь, вот если факторы... Вот я тебе пример приведу. Вот, ну, я уже была совсем-совсем на сносях вторым ребёнком, своей дочерью. И у меня в районе Тульской строился офис. Были все абсолютно, там, белые прозрачные документы. Я купила недвижимость, которая уже была переведена из жилого в нежилой. Но внизу оказалась приёмная депутата партии «Единая Россия». И он вот каким-то образом, ну, никак не хотел... Не хотел уезжать. Не хотел. А ему и не надо было уезжать. Всего-навсего нужно было сделать отдельный вход над ним. И он, ты знаешь, столько было выпито моей кровушки, я тебе просто не могу передать. Более того, то есть я, представляешь, я родила пока дочь. Мне раз... у меня, по-моему, было 18 пропущенных звонков вот по этому вопросу, понимаешь? То есть в день родов. В этот момент практически, да. Ну, вот это очень было, конечно, ну, такой неприятный, неприятный жизненный опыт. Но, тем не менее, потом, когда мне пришлось этот офис продать, я его продала. И сейчас проезжаю, вижу этот отдельный вход, прекрасно уже вмонтированный над этой приёмной. Но, видишь, вот у кого-то договориться с ним удалось, мне не удалось. Ну, и вот это одна там из каких-то мелких историй, которых было много. Ну, и вот в какой-то момент всё, у тебя уже изнашивается психика. Вот, и к тому же у меня заболели дети, и вот я уехала в Америку. Почему именно Америку? Ну, потому что я люблю вообще Соединённые Штаты, как многие из наших депутатов. Я тоже люблю Соединённые Штаты. Вот, и там жить удобно, там очень комфортно жить. Ну, к тому же язык мне просто с языком... То есть я там себя... я вообще как бы уже поняла, что я человеком мира стала за эти годы. Но при этом вот Америка, конечно, комфортная страна. Единственное, что неудобно, что очень далеко летать. Да, но бизнес-то, он же остался, и он до себя же мог рухнуть. Слушай, вот ты, да, ты понимаешь, какая была штука? Я вдруг с... ну, вот поставила дату. 1 февраля я передаю все дела. Ну, перед этим, естественно, мы работали с моей заместительницей там уже много лет вместе, и она знала всё это и так далее. Вот, ну всё, 1 февраля я передаю свои дела. Всё. И вдруг, представляешь, у меня перестаёт звонить без конца телефон. И это потрясающее совершенно ощущение. Не страшно было? Ну, нету вот, да, нету тебя. У тебя появляется время там, ну, на много разных неожиданных вещей, которые... Ощущение того, что почва вышла из-под ног. Нет, самое вот, знаешь, вот кайфовое чувство, которое я испытывала, я помню, я пришла перед отъездом какие-то дооформить там свои прописки, там, я уже не помню что-то, ночью я пришла в ЖЭК, и сидит эта девушка там, операционист. Ой, ну подождите, сейчас две минуточки, подождите, я вот сейчас ещё две минуточки, подождите. Я говорю, да не торопитесь, я никуда не спешу. А мы, к сожалению, прерываемся на новости и вернёмся к вам буквально через минуту. Продолжаем общение с моей сегодняшней гостьей. Вдольность тут и Ларсен Вера Кузнецова, учредитель компании «Классные окна», гендиректор и учредитель компании «Кукумба», которая выпускает товары для детского творчества. Я недавно как раз присутствовала на одном очень интересном бизнес-коучинге для молодёжи, и там услышала такое понятие, как экзистенциальный вакуум, который наступает у любого человека, который достиг определённого финансово-материального благополучия, у которого случилось уже счастье, который уже может почивать на лаврах, может себе очень многое позволить, у которого есть время уже, ему не нужно никуда бежать, и тогда вдруг возникает вопрос, а чем себя занять, и ответ на этот вопрос далеко не сразу находится, далеко не у всех. Ты уехала в Америку, тебя там накрыло? Нет, у женщины такой вакуум должен, я не знаю, может быть, если ты будешь два года безпробудно находиться в праздном состоянии, может быть. У женщины вообще, в принципе, сложно этому вакууму случиться, потому что у женщины с детьми, потому что есть дети. В Америке меня вообще не накрыло ни на секунду, потому что я вдруг открыла своих детей, я поняла, что у меня дети, у меня с Сашей было три с половиной, а сыну пять. И вот я в таком была совершенно просто изумлении, какие у меня прекрасные дети, как с ними интересно, как мы столько там делали каких-то безумных совершенно поделок, мы там отливали свои, значит, слепки рук, раскрашивали, мы делали какие-то цветы из всех возможных материалов. В общем, у нас, когда мы выезжали обратно, у нас осталось там на хранение друзей. Музей. Огромное количество, да, работ, которые я обязательно когда-нибудь заберу оттуда. Вот, а кроме этого у нас, ну, в силу того, что я, конечно, очень, знаешь, у меня всегда всё расписано, всё, и это была такая привычка, и когда я тогда занималась бизнесом, и потом, когда я им перестала временно заниматься, вот, у меня всё по расписанию, мы вставали, завтракали, шли кататься на велосипедах два часа вдоль океана, потом мы приходили, я их везла на всякие кружки, естественно, было там и всякие гимнастики, и рисование, и карате, и танцы, и так далее, вот. И потом мы вместе что-нибудь готовили, ели. Это всё так здорово, потому что мать, которая работает там по 17-15 часов в сутки, она на самом деле вот этого не видит. И вот я, конечно, очень просто благодарна своей там судьбе, что вот у меня такая возможность тогда выдалась, потому что вдруг ты открываешь, что у тебя есть дети, они абсолютно чужие, потому что они выращены там нянями, да, и они говорят как няня, и они мыслят как няня, и они там жутко скучают по своей матери, и вдруг всё, вот вы там... Вы в Америку без няни поехали? Нет, не было у меня, да, няня. У нас, кстати, была такая афроамериканская няня, я там ещё училась, как бы уже последние там 4 месяца, я пошла всё-таки получать ещё какое-то дополнительное образование вот в университете Лос-Анджелеса, и на это время приходила вот эта няня, мне казалось, что она их быстро научит говорить по-английски. В итоге потом она ходила и говорила... По-русски? ...черепаха! Вот, ну вот, и вот это вот, конечно, было совершенно волшебное время, и кроме того, я как раз там открыла такое для себя, что американские дети намного больше имеют возможности творить руками, чем русские. Ну, в силу разных событий, стечений обстоятельств, наверное, погода, конечно, вот эта... Ну, только ты скажешь, знаешь, если у тебя 360 солнечных дней в году, ты можешь, знаешь, они в парках какие-то просто накрывают какие-то столы, садят аниматоров и делают с детьми какие-то совершенно чудесные поделки, очень быстро, и это так принято. Но у нас, впрочем, сейчас тоже это стало как бы начинать набирать обороты. И именно это тебя вдохновило на кукумбу? Вот, ну да, потому что там было много... Вообще, в Америке, в Калифорнии очень много магазинов для творчества, для детского творчества, для взрослого творчества. Это какой-то такой целый мир. Ты тут заходишь и погружаешься в возможности, вот, что можно сделать руками. Ну и вот мы там делали очень много всякого разного, и вот после этого я подумала, что на самом деле очень обидно, что у русских детей такой возможности-то нет. Ну, есть, но не в таком объёме. Как-то всё не так красиво, не так ярко. И довольно дорого, потому что я вот тоже как мама двоих детей, которые в том самом возрасте, когда детское творчество очень важно, когда ты заходишь в магазин, ты покупаешь... Ну, у тебя есть выбор. Либо дешёвая китайская, простите меня в смысле, хрень, в которой там ничего никуда не втыкается, не сходится, потому что, ну, просто плохо сделано, да, этот домик ты не соберёшь просто, потому что он весь разваливается. Либо это очень дорогие какие-то немецкие там изделия, деревянные или тайские, но они очень... Ну, то есть коробка хорошего какого-нибудь развивающего там продукта, я не знаю, какой-нибудь конструктор стоит там тысячу рублей, это далеко не все могут себе позволить. Да. И потом, знаешь, что ещё характерно для наших, для российского вообще вот рынка игрушечного, особенно в то, что артс-эндкрафтс называется, да, детское творчество, это вот там положат какую-то штучечку, и ещё одну штучечку, и ещё полторы штучечки. И всё запечатали в красивую коробку, всё, готовая вещь. Потом ты это открываешь, ты смотришь, что... Мы тут пытались... Ну, я покупаю периодически там... Для сравнения. У конкурентов, да. Я просто не устаю поражаться. Вот что меня как раз очень позитивно так удивило в Америке, это то, что там в наборах, знаешь, огромное количество всего, и ты можешь там заниматься... Это не на один час, а не на один раз. Да, это долго, с большим количеством своих друзей, там, ты можешь это делать, знаешь, там, в семье пятеро детей, каждый сделает по три поделки. Ну, а всё-таки от замысла до реализации... Слушай, ну, ведь это же совсем не... Это совсем другое. Это совсем не прибыльный и не перспективный бизнес. Ну, нет, он перспективный в силу того, что это как бы сейчас такое течение, которое развивается достаточно здорово. Во-вторых, у нас мамы стали более продвинутые. Да, и они, конечно, хотят, чтобы их дети не сидели тупо, играли в этот PSP, а чтобы они делали что-то руками. Вот, и поэтому, конечно, этот рынок перспективный, но достаточно низко, конечно, прибыльный, если сравнивать, опять же, с лихими девяностями, особенно. То есть, знаешь, для меня было просто, ну, какое-то, знаешь, упадническое... Слово «моржа» вообще неуместно. Неуместно, никак-то. Вот, но при этом... Слушай, меня поддержал мой муж, вот, нынешний, и, надеюсь, последний. Вот, он, как бы, когда он приехал, он к нам ездил, он налетал за это время какое-то немыслимое количество миль, потому что налетал к нам достаточно часто. И он, я так вот, знаешь, обмолвилась, а я уже такая, знаешь, абсолютно осоловевшая под калифорнийским солнышком такая мамаша. Дзен-мамаша. Дзен, абсолютно, да. К нам все время приезжали друзья какие-то из России, и они, конечно, просто смотрели на меня с изумлением, потому что вот от этого реактивного там двигателя остался, знаешь, только шлейф небольшой там, дымок. Вот, и муж приехал и сказал, и поддержал меня здорово, когда я ему там, знаешь, заикнулась. Вот, и сразу же как-то, как только он меня поддержал, появилось вдруг, ну, там, знаешь, вот это тело, появилось тело бизнеса. Вот, ну, такое ядро. А потом мы уже придумывали, он принимал участие в процессе разработки, потому что он, в принципе, очень творческий человек сам по себе, и как бы более глобально, что ли, видит вещи, чем я. Вот, и на... Но он тоже бизнесмен. Он бизнесмен, да, у него девелоперская компания, он очень талантливый, он действительно очень талантливый бизнесмен. Тут я могу без всякой неуместной лести сказать. Вот, и потом, когда я вернулась в Москву, ну, понятно, что жить на перелетах, это было нереально. Все знали, что это короткий будет проект, но тем не менее... Но ты вернулась в Москву, потому что у тебя здесь был муж, или все-таки... Да, да, потому что... То есть ты бы осталась там в Америке? Я бы осталась в Америке, да, потому что мне нравится, как там дают воспитание детям, какое там дают образование. Пусть в меня сейчас могут вообще засыпать меня камнями эти антиамериканские настроенные граждане, но тем не менее это так. И потом, вот, по возвращению в Москву, собственно, начался этот процесс образования кукумбы. Ну, мы придумали все абсолютно, мы придумали бренд, придумали упаковку яркую, красивую. Мы учли там пожелания мамочек, психологов и так далее, и тому подобное. То есть вы какие-то фокус-группы проводили? Обязательно, да, конечно. У нас были фокус-группы, мы консультировались с детскими психологами, мы по-прежнему это делаем, впрочем. Вот, и, в общем, вот, выстрелил, как бы, этот проект. И, ну, естественно, если сравнивать два бизнеса, понятно, что вот этот второй бизнес, ну, это просто, знаешь, отдушина. Я очень хорошо помню состояние такое, я сижу на работе и делаю какую-то поделку руками. А я вообще люблю. У меня просто никогда не было для этого времени. В детстве я много чего-то там лепила, рисовала, клеила и так далее, а потом это всё напрочь забылось. А тут я сижу на работе, у себя в офисе, у нас очень красивый офис, такой, знаешь, весь в красных цветах, такой яркий, весёлый, нарядный. Вот, и делаю какую-то штучку руками. И так, знаешь, ловлю себя на том, что я думаю, ой, какой-то я фигнёй занимаюсь, а потом думаю, ну, так это же моя работа теперь. Понимаешь? Это тоже такое состояние было просто волшебное. Вот. И дальше мы стали, как бы, знаешь, момент, когда ты придумываешь какую-то игрушку, это всё здорово и прекрасно, и вот этим нравится заниматься. А потом тебе надо её продать. А это уже совсем другая история, да. Ну, ты умела уже продавать до этого окна, почему? Да, ну, ты знаешь, конечно, здесь как бы два совершенно противоположных рынка сбыта. И вообще совершенно другие условия работы и так далее. Но законы-то, они одни. Ну, это не, к сожалению, в бизнесе это не то, что, знаешь, благодаря чему или вопреки, там, чему ты можешь продавать или не продавать. Тут работает другая психология продаж, тут совершенно другой конечный потребитель, тут совершенно другие каналы сбыта. Но при этом, при всём, я думаю, что там как-то мы завоюем рынок, потому что конечным как раз мамашам, по большому счёту, мы же всё-таки, конечно, мы делаем для детей, но покупает нас мамаша. И мамочки, конечно, там, в совершенно большом восторге. И когда мы на каких-то выставках принимаем участие, вот это мне всегда очень нравится видеть, знаешь, как они там наравне со своими детьми, просто это всё лепят, там, клеят, и просто в бешеном совершенно восторге. Но а не обидно вообще было человеку, который реально состоялся в бизнесе и стал, в общем-то, мастером в своём деле, и даже где-то акулой вдруг начинать что-то с нуля и оказываться, в общем, новичком, и, может быть, даже где-то лохом в какой-то степени. Удивительно, вообще просто было совершенно состояние, потому что, представляешь, у меня до этого там период жизни, очень длинный был период жизни, когда у меня там секретарей, водители, мы там, я принимали там, знаешь, какие-то решения уже самостоятельно за меня, и тут вдруг у меня, собственно, всё, ну, как бы ноль. То есть у меня там не было ни секретаря, не было, ну, водитель, допустим, в любом случае, как бы при наличии большого количества детей, у тебя всегда должен быть кто-то на подхвате. Но при этом, то есть совершенно другое состояние. И я не могу сказать, что, знаешь, я вдруг поняла, что мне надо какие-то компьютерные программы осваивать, потому что я никогда их, там, я не работала в Excel, потому что мне не нужно было, у меня там был штат сотрудников, которые мне в Excel делали всё, что нужно. А тут я сама начала, и это было любопытно, это был какой-то новый совершенно такой... Челлендж. Челлендж, да. Я просто, ну, не ожидала, что это будет настолько вот всё новое. Знаешь, я думаю, ну, бизнес и бизнес, а на самом деле нет. Вот, можно было бы, конечно, пойти там, знаешь, по другой дорожке и вот скрестить два вот этих бизнеса и пользоваться там ресурсами одного бизнеса для другого, но вот этого я делать не стала и считаю это совершенно правильным. Вот. Но твой оконный бизнес, в принципе, позволяет тебе экспериментировать и как-то, ну, финансово чувствовать себя по-прежнему в порядке. Да, абсолютно. То есть я не могу там сказать, что мы стали бедными, знаешь, у меня дети, у меня дети периодически. Мама, мы уже бедные. Когда я начинаю жаловаться, что вот очень так всё... Друзья, ещё немного осталось у нас времени на общение. Оставайтесь вдоль из Тутты и Ларса, мы вернёмся после новостей. У нас в студии Вера Кузнецова, бизнес-леди, учредитель компании «Классные окна» и создатель и генеральный директор компании «Кукумба», которая производит товары для детского творчества. Удивительная женщина, которая от сурового мужского, такого агрессивного бизнеса ухитрилась уйти в бизнес, такой чисто женский, милый, такой уютный, материнство и детство. Хотя, может быть, я ошибаюсь, опять же. Может быть, бизнес, он не бывает? Нет, ну, конечно, никакой не уютный и не пушистый. Он совершенно... Это бизнес, это... Причём ты удивишься, вот в игрушечном бизнесе в основном работают мужчины. Это потрясающе. Я, когда передавала свои дела в оконной компании, я понимала, что вот закончился вот этот период общения с мужчинами, как бы на бизнес-темы. Каково же было моё удивление, да, когда я поехала в Гонконг на выставку, там проходит ежегодная выставка такая, очень крупная для игрушечной индустрии, и вдруг я вижу, что там 80% мужчин. То есть женщина только на позициях каких-то там менеджеров по продажам, понимаешь? А в основном это всё мужчины в таких красивых костюмах с начищенными ботинками. А как думаешь, почему? Потому что вот действительно нету гендерного признака никакого. То есть мужчины могут заниматься чисто женскими темами в бизнесе и в полношении. Ну да, значит, вообще это не выглядит как там женский, неженский, потому что это бизнес, понимаешь? Там вот нету лица, как бы женского или мужского. Это жёсткий конкурент, там очень большая конкуренция, там очень большие перехваты идей. То есть только ты сегодня выпустил какую-то новинку, через два месяца ты уже увидишь её у конкурента, ну, с какими-то там изменениями, но тем не менее. То есть тебе там нужно бороться, так же, как и в любом другом бизнесе, за свою нишу. И поэтому он неженский. Это вообще, я не могу себе представить, что такое женский бизнес. Салон красоты тоже неженский бизнес. Там везде есть, а там, где есть деньги, там как бы женского лица, там женщины не остаётся. Ну вот. Но при этом, конечно, ты можешь просто там внести какую-то женскую, знаешь, нотку в это, во всё только там внутри коллектива, в общении с коллегами там и так далее, ну или там с партнёрами. И тестировать свои игрушки на собственных детях. И тестировать игрушки на собственных детях, да. Они уже, по-моему, закрытыми глазами у меня всё это собирают. Но, к сожалению, у нас уже начинается другой период жизни, когда интересно уже становится не то, что делаешь руками, а то, где можно понажимать на клавиши. Чему я очень, на самом деле, печалюсь, потому что хотелось бы, конечно, чтобы этого было поменьше в жизни. Почему вот мы сейчас делаем какую-то линейку уже для более взрослых детей, которые там вдруг уберут клавиатуру и начнут делать руками, как в детстве. Ну а просто, я не знаю, в приказном порядке, нет, это невозможно, это не работает? Да нет, ну, конечно, не работает. А ты за компьютером проводишь 15 минут в день? Нет, ну понятно, что так всё и работает. Да, естественно, никто не сидит у нас сутками. Но я понимаю, что если бы была такая возможность, то дети бы сидели и не выходили бы из компьютера. Это совершенно очевидно, потому что сначала это игры, потом это уже там, они идут в ВКонтакте пишут какие-то. Социальные сети. Идут в социальные сети, да. И потом это уже всё, я общаюсь с большим количеством родителей и по работе. У всех одна и та же вещь. Вот почему, собственно говоря, и мне важно, наверное, поддерживать как-то вот этот рынок товаров для детского творчества, потому что это возможность ребёнку хоть как-то по-другому себя проявить, нежели там в этих компьютерных всяких вещах. Ну, мне кажется, что твоим детям-то вообще в этом смысле несказанно повезло, потому что их мама не только теперь с ними гораздо больше времени проводит, но я знаю, что вы очень любите проводить время нескучно. Я помню, что у тебя был кандидат в мастера или мастер? Я мастер спорта. Мастер спорта по парашютному спорту. Да, это совершенно потрясающе для меня тоже непостижимо, когда ты успела за всем своим бизнесом ещё и налетать столько. Да, напрыгать. Вы очень много путешествуете. Как сейчас? Получается ли у тебя сохранять в этом смысле привычный образ жизни? Что касается парашютного спорта, конечно, я значительно меньше теперь этому уделяю время, потому как его просто меньше стало с появлением детей. Во-вторых, просто когда я, когда детей не было, я занималась групповой акробатикой, это просто такая дисциплина в парашютном спорте, которая требует от тебя постоянных тренировок, поездок, сборов и так далее. Естественно, когда появился первый сын, я, естественно, уже не могла столько времени этому уделять. И сейчас я участвую в каких-то рекордных всяких событиях. Вот, например, у нас было и будет этим летом тоже, когда в небе собирается, там, 88 в этом году мы собрали, 88 женщин-парашютистов только из нашей страны. Только женщин? Только женщин, да. Это был женский мировой, ну, нет, женский мировой рекорд это уже был, да. Вот, то есть только женщины одной национальности. То есть все россиянки прыгали вот с высоты, там, 6 тысяч метров и складывали в небе определенную фигуру. И какое-то количество секунд лежали в этой фигуре, потом разбегались, открывались, приземлялись, все. А откуда вообще вот эта вот появилась потребность так рисковать собой? Ведь это же очень опасный вид спорта. Ну, я бы, знаешь, как это всегда, начинаем смотреть статистику, сколько людей погибает в парашютном спорте, и сколько на дорогах, да. Это, я не знаю насчет рисковать собой. Я думаю, что как-то косвенным образом это, конечно, имеет отношение к адреналину, который ты получаешь, когда, вот, когда, ну, особенно на начальном этапе, когда ты открываешь там свою компанию, там, у тебя постоянный драйв, у тебя просто такой безумный ритм жизни, у тебя постоянный драйв. Потом, когда это все потихонечку уже, то есть я начала заниматься в 2000 году парашютным спортом, а в 96-м открыл свою компанию. То есть вот за 4 года уже как-то все устаканилось, и я, видимо, почувствовала, что мне вот мало драйва, мне надо еще... Мало опасности в жизни. Ну, да, но я не могу все-таки согласиться с опасностью. Ну, слушай, ну, это страшно. Я один раз в жизни стояла у открытого вот этого вот... На обрезе? Да. Суэллета? Да, слава богу, мне повезло, была не летная погода, не прыжковая погода, а низкая туманность, потому что мне, я должна была прыгать для репортажа, а не по собственному почину. Мне очень не хотелось это делать, и Господь услышал мои молитвы, но я бы никогда в жизни по собственному почину... Но ты ведь и путешествуешь тоже экстремально, или сейчас с детьми уже это... Нет-нет, по-разному бывает. Мы ходим в горы, ну, вот мы с мужем это делаем, детей пока не берем. Мы ходим в Гималайи, во всякие... на всякие высокогорные такие вот походы. Мы много путешествуем просто, катаемся на лыжах зимой, постоянно ныряем летом с квалангом. Ну, то есть как-то вот... Дети, в принципе, уже прекрасно катаются на лыжах. Там Леша в этом году стал на это... Сноуборд? Нет, он стал заниматься серфингом. Вот. И, в общем, как-то они очень... Они у нас очень спортивные такие дети, и очень любят. Ну, парашютный спорт, они сказали, совершенно не для них. Вот, да. Как-то не... А дети разве прыгают? Не впечатлились. Нет, они не прыгают, но я имею в виду в будущем. Мы, когда ведем эти разговоры, я им говорю, что вот, в общем, в принципе, я бы не хотела, чтобы мои дети были парашютистами, положа руку на сердце. Вот. Они говорят, что мы и так, и сами-то не будем. Ну, как-то вот, видимо, на каком-то там внутреннем своем уровне они решили, что это не их. Вот. А так мы путешествуем, ну, просто бесконечно много. Мы как-то ухитряемся там, знаешь, любые свободные там выходные, плюс пара-тройка дней мы куда-нибудь обязательно поедем и чего-нибудь посмотрим. Скажи, пожалуйста, вот если все-таки говорить о женщине и мужчине в бизнесе, возможно ли действительно женщине остаться в самом, что ли, топе, в самом пике бизнеса всю жизнь? Или все-таки действительно, как ты говоришь, есть некие биологические задачи у женщины, которые рано или поздно, если она им отвечает, если она на этот зов природы ведется, рано или поздно все равно уведут ее в тень? Нет, ну, я думаю, что остаться может. Насколько она женщиной останется и матерью, вот при таком раскладе, конечно, мне как-то сомнительно вообще-то это. То есть я, знаешь, для себя поняла, что, вот когда я была такой суперделовой бизнес-леди с жестким графиком жизни, с какими-то такими моральными ценностями, как бы ориентированными на зарабатывание денег, да, потому что, как бы там ни было, понятно, что никто не рождается с мыслью, я хочу производить пластиковые окна. Это однозначно. Но так сложилось, что и благодаря этому я там как-то смогла заработать денег, да. И, соответственно, если бы вот посмотреть на меня ту, того времени, до детей и до вот моей нынешней семьи, я думаю, что я, конечно, я бы такой, наверное, могла бы остаться и родить детей, но это были бы какие-то совершенно дети, знаешь, там другие, другая, там не было бы у меня мужа моего любимого, потому что для того, чтобы женщине сохранить, ну, точнее, иметь семью и детей, надо все-таки быть мягче. Надо быть мягче, надо быть гибче, а это очень сложно совмещать со своим вот дневным состоянием. Я не представляю, как можно днем быть жесткой и решительной, а к вечеру становиться мягкой и пушистой. Я не знаю, где этот выключатель, где этот приключатель. А случалось, да, приносить вот эту жесткость домой и получать какую-то обратную связь? Ты знаешь, я думаю, что вот мой первый брак из-за этого и развалился, потому что мой муж меня брал первой в жены, как, там, наш 20-летнюю блондинку, начинающий говорить по-голландски с таким акцентом очень приятным и забавным, а в итоге он получил, там, через 7 лет совместной жизни, он получил такую железную, пуль непробиваемую даму, которая, ну, там, знаешь, у которой в голове такая хорошая счетная машинка. Вот. И это, конечно, была причина, почему мы расстались, потому что уже, ну, и, соответственно, и как бы и у этой дамы уже появлялись какие-то требования к мужчине совершенно другие, чем были 20 лет. А мужчина все-таки должен соответствовать тебе материально или, там, не знаю, статусно, да? Да, да, да. Ну, мне трудно. Ну, какой-нибудь просто, если он просто талантливый и милый, но не финансово, не благополучный. Ну, да, это я могу совершенно точно сказать, что в моем случае это не работает, потому что у меня образ жизни, который требует, там, затрат. Я не говорю о том, что, ну, там, бриллианты, там, я знаю, диаманты из Апфиры, но я люблю комфортно путешествовать, я люблю жить в дорогих гостиницах, там, летать бизнес-классом и так далее. А если бы мне пришлось бы оплачивать это еще, ну, за себя и за своего мужа, там, понимаешь, это было бы очень недолго. Это очень недолго бы длилось. Спасибо тебе огромное за этот замечательный, откровенный и такой приятный разговор был. Мне очень, я очень рада тебя видеть и должна сказать, что за те годы, что я тебя знаю, может быть, мне повезло, я видела только всегда какую-то теплую человеческую твою сторону, железную леди, еще одну машинку я не увидела. И думаю, что наши слушатели тоже ее не услышали. Удачи, кукумбия, привет детям. Вера Кузнецова была сегодня в доле с Туттой Ларсом. До свидания.